Музыка Музыка Значит, мы сегодня займемся вопросом об идеологии, очень важным. А в следующий раз у нас будет комплексная лекция, значит, право, мораль и нравство. А если мы там далеко пройдем быстро, то мы можем смотреть еще вопросы какие-то кратко о нациях, о культуре, так сказать, чтобы у нас по всем вопросам была ясность. Ну вот, наверное, вы заметили, что как только мы какую-то тему с вами, значит, сегодня тема у нас идеология. Как только мы какую-то тему открываем, мы начинаем рассматривать то, что известно. А то, что известно, кто же будет задумываться над тем, что известно. Оно, как правило, не обдумано. Но раз не обдумано, понимание этого известного, как правило, неправильное. И не по вине, так сказать, тех, кто это так считает, а потому что всякое, так сказать, получение научного понимания требует специальных занятий и специального изучения. А сами по себе в голову истинные мысли не приходят. Хотя кажется, что вроде я человек такой, что у меня должно быть все правильно, все хорошо. А на поверху мы можем еще раз убедиться, вот что такое идеология. Скажите, пожалуйста. Система идей, выражающая интересы определенных классов. Так, еще раз первое. Ох, как вы хитро. Система идей, выражающие интересы определенных классов. Вот, дают. Система идей, выражающие интересы определенного класса. Так что идеологии так в целом нельзя говорить. Только вот одного класса. Только разные идеологии есть. А сколько у нас классов в нашем обществе? В общем, вы меня срезали, конечно, я констатирую. Это вы уже демонстрируете, что вы готовитесь к экзамену. Значит, я должен сказать, что мы не просто заучиваем определение, да? А объясняем, почему такое определение у вас. Из каких соображений вот так вы определили? Какие-то есть глубокие соображения у вас, которые вас заставляют, или лучше сказать, побуждают, побуждают, заставляют так, это некрасиво, а побуждают хорошо. Побуждают к тому, чтобы так сформулировать. Чем вы руководствовались? Каким-то текстом вы там руководствовались, я чувствую. Можно я скажу тогда? Значит, вы, наверное, заметили, и мы с вами в самом начале об этом говорили, какая у нас методология, а материалистическая, хотя, как вы понимаете, в современном нашем обществе присутствуют и идеалистические концепции, и нельзя сказать так, что вот только вот с этой точки зрения. Хотите, рассматривайтесь идеалистической, но последовательно. А идеализм бывает субъективный и объективный. Ну вот если мы стоим на материалистической позиции, то материализм бывает метафизический и диалектический. Вам какой больше нравится? Диалектический. Потому что он сложнее. Понятно. А вот диалектический материализм. Если его применить к истории, какой будет материализм? Вы же историки? Или вы не историки? Музеологи. Музеологи – это не историки, да? Пойду сейчас скажу этому директору, чтобы он вас отсюда, с исторического факультета, уволил. У нас такие же есть конфликтологи, я к ним прихожу. Вы философы? Нет, мы конфликтологи. У вас, говорю, программа-то обучения какая? Философия. Видели, нет? А если вы заглянете в свой вот этот, вы увидите программа, какая у вас история. Ну, программа у меня, атрибуция, специи, художественные ценности. Ну, художественные ценности – это вы современные берёте или… Ну, значит, так относится это к какой науке? Атрибутика – это не наука. А наука какая у вас? Музеология. А? Музеология. Музеология – это не наука. Это наука. Нет, это некоторая отрасль большой науки. Читает от всего. Большой науки. Вот, вот, когда вы берёте, правильно понимаете, что большая наука имеет большую методологию, а вы дальше учитываете специфику чего? Предмета. Если я у вас буду изучать, я буду специфику вашу, естественно, учитывать, а не соседки. Или, наоборот, её изучать, тогда её специфику, а не вашу. Так и здесь. В истории же очень много предметов. Археология что, не относится к истории? Относится. А в истории есть истории, там, древнего мира, новейшая история, так, средних веков. Так, можно тут всё это поделить, но когда делись люди, они понимают, что они разделяют, разрезают, или просто выделяют в одном, в едином целом, то, что представляют разные стороны этого самого изучения. Мы же с вами выясняли, что изучает история. Что изучает история? И сейчас мы выясним, подпадает это тогда вот эти музеологи сюда, попадает или нет. История, что изучают? Ну, это большая такая наука, история. Есть философия, большая. А этих философов пойдите вон, к нам зайдите, и вы увидите, там, сколько кафедр. И антологии, теории познания. И кафедра логики. И гиброистика. И, значит, там конфликтология. Что там только нету? Русская философия. История философии. У нас кафедра называется, где я работаю. Социальная философия и философия истории. Мы с вами самые близкие, можно сказать, товарищи. Так история, что такое? Вот вы там напомните, что такое история. Товарищи философии, они пришли рано, еще не проснулись? Что, что изучают? Человека изучают? А какого человека? Меня? Хорошая наука. Вас изучают истории? Ну вот, мы возвращаемся к началу. Возвращаемся не случайно уже к нам. Мы приближаемся к экзамену, да? Экзамен еще не поставили у вас? Я сегодня зайду к Валерию Абертонову, поинтересуюсь. Значит, история, мы с вами говорили, изучает современность как результат предшествующего развития человечества. Ну как вы думаете, можно изучить современность, как результат предшествующего развития человечества без музеологов? Ну как все это представляете? Вот выбросить эту музеологию, чтобы не было ее духа, изучать современность как историю развития человечества. Это будет какая-то ущербная история. Ущербная. Без музеологии невозможно. Это же, как бы, наука о сохранении, раз современность изучает, значит, современность. А это же современности находятся. Музеи-то современные. А музеи содержат в себе эту самую историю. А история изучает современность как результат предшествующего развития человечества. В результате развития человечества сколько накопили в музеях разных экспонатов? Много. И они вот сейчас налицо. Это вот современность. Но вот наша современность, и в то же время, она содержит в себе эти самые музейные ценности, содержит то, что имеет историческую ценность. Ну вот это история, если ее брать. А если мы материализм диалектический применяем к истории, что получается? Вот я к людям со свежей головой обращаюсь. В газетах есть такое понятие «свежая голова». Все что-то готовят, готовят, готовят. Вот с такой головой. Потом берут одного человека, который никакого отношения не имел к подготовке этого номера газеты, и дают ему почитать. Он читает и видит, такие глупости там некоторые уже наставили. Поэтому он... Это свежая голова очень хорошо. Вы специально ведь пришли попозже, чтобы быть свежей головой, правильно? Так что такое? Ну если материализм применить к истории, что будет? Материализм к чему-то применяется, это же метод, материализм, метод философский. К чему-то можно применить его к одному, к другому, к третьему. А если к истории применить, что будет? Я думаю, что до этого можно додуматься. Исторический материализм. А если идеализм применить к истории? Я своих коллег спрашивал у философов. Ну говорю, а вы вот... Допустим, вы идеалист. Вы применяете к истории, что у вас будет? Исторический идеализм. Вот вышли бы и сказали, я исторический идеалист. Ни одного не знаю, говорю, как-то мне странно. Вот сейчас можно быть материалистом, идеалистом. Вот вы вышли бы и сказали, я исторический идеалист. И хоть одного встретили такого, я не видел ни одного. Ни на нашем факультете, ни вообще в философской среде. Я говорю, что вы стесняетесь такое? Вы же сами бы боролись, чтобы тут у нас идеализм был на таких же правах, как материализм. И не пользуетесь им. Ну так вы доборолись, так давайте. Мы исторический идеалист. Но нету за кого. Потому что ничего в истории исторический идеализм не создал. А субъективный идеализм, он присутствует. Вот у Гегеля есть лекции по философии истории. Плохие. Потому что у него вся эта философия истории сводится к тому, что есть некая абсолютная идея, которая и революция организовывала, и войны, и так далее. И в общем получилось, что ничего-то не объяснило, что происходит. А вот есть у него лекции по истории и философии. Вот их все очень высоко ценят, потому что они блестящие. Так что даже такие люди, или, скажем, тот же Гегель, выдающийся, который разработал диалектику, он попытался напрямую диалектику применить диалектическую философию к праву. И вот его Маркс критиковал, раскритиковал в пух. И прав в работе критики гегельской философии права. Потому что у него это применение к праву свелось к тому, что он доказывал, такой революционер в области философии доказывал, что вот современное прусское государство, современное Гегелю, это и есть вершина вообще государственности. Вот такая штука. Ну вот исторический материализм. Так если исторический материализм, а как его применяют? Вот так и применяют, значит, на основе исторического материализма разработана теория классовой борьбы. И разработана, как мы с вами знаем, французскими буржуазными историками, не музеологами, а историками. Но это не факт. Но то, что они делали, может быть, тоже в музее о них. Так, и что? Они разработали теорию классовой борьбы. Это означает, что они все общественные вопросы предлагают сводить к интересам классов. А классы имеют свои интересы в зависимости от своего положения. И получается тогда, где положение? Материалов и ввод. Поэтому не случайным образом мы вот заявляем, что вот идеология – это вот это, то, что вы сказали. Тогда оно у нас висит, как бы, над нами. Знаете, как этот шар такой, надули его, и он на ниточке висит. Потом ниточку оборвут, и он улетит. Или он, наоборот, сдуется и упадет. Поэтому, если мы хотим какие-то прочные знания, прочные знания связаны с опосредствованием, что одно вытекает из другого, опосредствуется одно другим. И поэтому не надо отдельно запоминать. Не знаю, вот как у вас память, у меня памяти, например, механической нет. Я сегодня запомню, завтра забуду. А если я знаю, что за чем стоит, и как из чего выводится, я выведу снова. И, бас, я вот призываю к тому, чтобы вы выводили, а не просто запоминали. Я вам скажу, а вы запомните. Это вот мало ли кто будет, будут все приходить, преподаватели, что-то говорить, и надо все запомнить, с ума сойдешь. Это немыслимо. Другое дело, в музее положило, и ничего не надо запоминать. Пусть лежит там само. Приходишь, там еще и перечень есть, да, что там есть, экспонатов. Хорошо. Так, так что вы, то, что вы сказали, совершенно правильно, но я сделал некоторое дополнение, что оно вытекает из самого вообще подхода методологического, из исторического материализма, что надо рассматривать, классифицировать идеи тоже, исходя из той классификации, деления на классы, которые есть. Теперь надо выяснить, а какие классы есть в современном обществе, нашем, российском. Рабочий, буржави. Все? Интеллигенция не класс, интеллигенция слой. По какому параметру они попадают под понятие класса? Класс – это большие группы людей, обратите внимание на первое слово, большие группы людей, отличающиеся по месту в исторически определенной системе общественного производства, по отношению к средствам производства, в большей части закрепленному и оформленному в законах, по роли в общественной организации труда, по размерам и способам получения той доли общественного богатства, которой они располагают. И на первом месте стоит большие группы людей. Тут все осмысленно. Что значит большие? Вам кажется много, мне кажется мало. Большие, если мы говорим об обществе, большие группы в обществе, это сравнимо и с размерами общества. Ну пол, половина, одна треть, одна четверть. А если одна двухсотая, то это небольшие группы никак. Поэтому интеллигенция не проходит по этому параметру в класс. Хотя у Каутского, например, интеллигенция называется, который был долго марксистом, пока не стал ренегатом. И когда он стал ренегатом, все равно Ленин говорил, что вот эти работы ранее, написанные Каутским, хорошие, можно их читать и использовать. И Каутский называет интеллигенцию классом. Так что и не вы первые. Каутский раньше говорил. И нигде Ленин за это его не критикует. То есть, в принципе, если вы выделите классы, останется вот интеллигенция. Но один класс пропустили какой-то, никто не поможет нам? Мелкая буржуазия. Очень хорошо. А вы знаете, как определяется мелкая буржуазия? Это же не ругательство. Вот я мелкая буржуазия или нет? Что, вы задумались, мелкий я или крупный? Мелкий буржуазия – это кто? Ну, это я правильно делаю, что мы определение берем, а не просто там, я что-то вам рассказываю, пошли туда, сделали то. определение мелких буржуазия. Никто не знает в обществе у нас. Зато вы придете, спросите кто-нибудь, и вы уже все, он не знает, они не знают. Придете домой, начнете пугать всех. На Невском вот приставать к людям, спрашивать, а вы знаете, кто такой мелкий буржуазий? Шарахаться будет от вас. И не надо никаких с собой средств таких, защиты брать. Вокруг у вас будет поле такое свободное. Идете свободно, а кого видите, к вам приближается, сразу спросите, вы не знаете, кто такие мелкие буржуазии? Они скажут, убегать будут. Это здесь вот вас посадили, поскольку у нас государство, университет, вы никуда не можете деться. Несмотря на то, что дверь открыта, но там зияет этот самый экзамен, поэтому далеко не убежишь. Поэтому измывается над студентами, преподавателями. А там люди свободные на Невском, так не получится. Так что такое мелкие буржуа? Иногда у меня такое складывается впечатление, что я очень умный, что я знаю, а другие не знают. Хотя я сомневаюсь, что это с этим связано, потому что, ну не такие уж, это ахти такие уж, великие вещи, что их нельзя запомнить. Значит, точное определение мелкого буржуа такое. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Мелкий буржуа, это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Здесь все слова к месту. Что такое мелкий хозяйчик? У него есть, у этого мелкого хозяйчика, средства производства. Свои. Свои. Они, не то, что он кому-то нанялся, если он нанялся кому-то на работу, и работает чужими средствами производства, он кто такой? Он рабочий. А если он, наоборот, нанимает тех, кто у него работает, он буржуа. Собственник средств производства, у него средства производства есть, а вы совершенно свободные. Настолько свободные, что и кушать вам нечего. Это интеллигенция же. Все, мы с вами с интеллигенцией вопрос решили, что вы из-за нее все ходатайствуете. Это же не вас. Я понимаю, потому что я вот интеллигент, так сказать, как бы, ну так сказать, в классическом выражении, профессор, университет. А вы молодой, подрастающий в становлении, поэтому вас это очень беспокоит. А мы решаем вопрос о мелких буржуах. Вот я, вам принесли компот, а вы начали про селедку спрашивать. Ну давайте с компотом разберемся, вот с мелким буржуа. Или не будем смешивать компот с селедкой. Это другой вопрос. Мелкий буржуа имеет собственные средства производства. Какие? Лопата, кирка. Сейчас можно какой-нибудь маленький станочек получить для того, чтобы изготовить какие-то детали, да? В магазине продаются. Не такой уж и дорогой. То есть такие средства производства, которые не позволяют эксплуатировать других людей. Если я мелкий буржуа, то я вас нанять не могу, потому что, ну что я могу, вам отдать этот, а сам я что буду делать? Руководить, а что тут руководить, если за один человек работает? Или два? То есть эпизод, эпизодический, мелкий буржуа могут кого-то нанимать. Можете мне помочь яблоки убрать осенью? Если я мелкий буржуа, я выращиваю яблоки, потом продаю на рынке. Но убрать, вот вот, брожай такой хороший, а я вам за это, вы мне поможете убрать, а я вам две корзины яблок там с собой. Хотите, могу додолго донести. Это хорошо же? Вот. Ну, а потом вы приходите весной и мне говорите, Михаил Васильевич, а вы не мультины, вот мне картошку надо посадить, а не можете вскопать? Вам же это вскопать-то не трудно? Вы же привычные копать-то. Раз-раз и вскопаете. А мне-то это целая история. Я говорю, ладно, придете снова ко мне потом осенью яблоки убирать, и все. То есть наим такого рода, временный наим такой, отдельных людей, то есть не как некая система, тоже может присутствовать. То, что в чистом виде, в обществе, уж совсем в чистом, не так уж и много. Все какие-то, какие-то имеют особенности, переплетения, но есть точное определение мелких одячек, работающих наркотных. Вот если вы выращиваете огурцы своими средствами производства, потом их снимаете в банке, закатываете. Не закатывали? Закатывали. А я вот не закатывал. Можете вы мелкий буржуа? Нет? А вы для себя. Вот она знает, она говорит, что не знает. Это она так скрывается просто. Вот так все шпионы действуют, разведчики. Они прикидываются, что они ничего не знают, и так далее. А потом раз, они все знают. То есть, если человек производит продукцию не на рынок, а для себя, он не мелкий буржуа. А кто? Это патриархальное хозяйство. Патриархальное. Ну, производит что-то. А что говорит мелкий буржуа? Сам бы ел, да деньги надо? Пирожки есть. Я приготовил сейчас и начал бы вам продавать. Такие вкусные. Сам бы ел, но мне деньги нужны, поэтому я вам их продаю. Вы покупаете. Я мелкий буржуа. Я сам испек эти пирожки. Кто-то мне помогал, посоветовал, но это я. У нас этих все время мелких буржуа хотят поддерживать. Заметили, нет? Что на, или это называется, поддержим мелкий бизнес. Бизнес, в переводе на русский язык, это что? Это дело. Да? Как американцы. Они даже не здороваются. Они только спрашивают, how do I do? И поскольку они так сильно заняты этим делом, то они даже и отвечают тоже, how do I do? Тоже спрашивают. И убегают, чтобы им не ответили. Так вот, мелкий буржуа, он трудящийся или нетрудящийся? Поэтому не надо смешивать не мелких буржуа с буржуа. А буржуа нетрудящийся. Он эксплуатирует других. Если я вас нанял, если я директор, это собственник завода, а вы у меня работаете, ну и работаете, вот я вам буду платить, стараться поменьше, естественно. Или я буду стараться побольше вам платить, если я собственник завода, как вы думаете? Это здесь вы хотите все, вы получаете в университете, вам дают как можно больше. Не, если я собственник завода, то вы придете, работаете как можно больше, а получаете как можно меньше. Правильно? А я буду получать. Я что такое, если я собственник капиталист? А капитал – это самовозрастающая стоимость. А если это самовозрастающая стоимость, то я персонификация капитала. Поэтому я думаю стремиться к капиталу больше получить. Денег много не бывает. Их всегда мало. Поэтому это так безразличная граница. Количество границ не имеет. Это вы вот один обед свидетель, – хорошо. Второй, съешьте, пожалуйста? Ничего. Ну, третий, я думаю, вы уже скажете, знаете, спасибо большое. А если это в день, а лучше дайте деньгами, а деньгами вы, может, сколько вы несете с собой. Правда? Это совсем другое дело. Поэтому это, когда люди начинают оценивать капиталистов с позиции потребителя, это совершенно неправильно. Это же, это такое субъективное выражение капитала. Капитал – это самовзрастающая стоимость. Чем больше, тем лучше. Не бывает много денег, их всегда мало. Миллиардерам делали денег, но денег всегда мало. А вам может хватить вашей стипендии. Сколько тебе денег? 1470? Вы повысили уже? 620. Сколько? 1620. Тысяча? 620. 620. Ну вот. 1628. 1628. Вот я не первый раз спрашиваю вас, и сколько вы можете прожить дней на эту стипеню? У меня конкретный, практически вопрос, доживете вы до экзамена, потому что, дотянете вы или не дотянете? Поэтому вам это и лекции, и вообще и вопросы к экзамену, вам это в конце концов. Уже и не важно. Правда? Потому что вы так выделили вам пенсию, точно, чтобы вы не дожили. Или доживете? А, посмотрим. То есть я приду, значит, потом будет некролог. Нет, эта не пришла, умерла, эта умерла, а эти вот, а это тут приходят такие изможденные все, которым помогли родители, и кто-то еще, и они дожили, дошли до экзамена. Ну как их спрашивать уже? Ну как можно спрашивать студентов? Вот как можно студентов вот ругать, сейчас распихать за то, что они плохо занимаются? Да это невозможно. Это люди, можно сказать, если они выжили, даже пришли куда-то. Это подвиг. Некоторые вообще бы лежали просто и подняться не могли с такой стипендии. Правильно? Это у нас были мрачные годы тоталитаризма и культа личности. Я получал 60 рублей еще бы шовскую стипендию, а у директора Кировского завода было 120 рублей. Эти разницу. И у нас студенты иногородние приезжали, тут общежитие было копейки и в столовых копейках. Хлеб, конечно, бесплатный. Этот самый винегрет, гроши. И спокойно жили без родительской помощи. Но если пришлют родители, они не отказывались, естественно. Но зато и чувствовали себя самостоятельными людьми. Они не так, что вы как дети. Мама, если денег не даст, тогда к папе надо идти. Может, папа даст. Так. Ну так вот, мы с нами выяснили, кто такой мелкий брошенник. Почему это очень важно? Потому что это очень большой класс. Их много. Вот сейчас их особенно много. Почему? Вроде бы сейчас у нас не становление капитализма. А почему? А потому что увольняет рабочий. Говорит, идите, начните свое дело. Вот у вас свое дело в метеологии или не свое? Вот это такая терминология интересная. Как будто свое у вас свое дело. Правда? Или это чужое? Ну, чужое или ваше в метеологии? Ну, вы же сюда пришли. Это по зову сердца или вас пригнали? Я вот и... А то я думаю, там сейчас вот охрана стоит и смотрит за тем, чтобы вы занимались и уведут потом в камеру. Не так же. Вот. Куда деваются те, кого увольняют? Увольняют пачками. Например, у нас... Вот я живу у стадиона Светлана, а через стадион находится объединение Светлана. Там работало 40 тысяч. В основном женщины. объединение электронного приборостроения. Ленинградская ЛОЭП. Объединение электронного приборостроения Светлана. 40 тысяч человек. Сейчас работают три с половиной тысячи. Куда делят? Уволили. А уволили, это как бы хорошо, да? На волю вас выпустили. На волю выпустили, но и кушать-то нечего. Ну, кто-то умер, а кто-то куда-то подался. А что, когда уволили со Светланой, в других местах расширилось, на везде сократилось. На Кировском заводе было 35 тысяч, стало 7,5 тысяч. Завод Карла Маркса закрылся, Красная Заря закрылась. Я беру только Выборгский район, где я живу. Так, теперь, значит, рядом со станцией Новая Деревня завод, Северный завод, который делал систему противовоздушной обороны, комплексы С-300. Все, там все в аренду только сдается. Нет этого завода, всех разогнали, этих самых его рабочих. Теперь вот я лекции читал на заводе Красная Заря в Выборгском районе. Нету Красной Зари. Она занималась связью с подводными лодками в Мировом океане. Приборы, соответственно, делали очень такие сложные, сложные работы, очень народ такой квалифицированный исключительно был. Вот, скажем, вот такое есть здание, на Суворовском проспекте около Смольного. Подъезжаешь к Смольному с левой стороны, там сразу два таких учреждения ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И там же находится арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вот я там тоже лекции читал в свое время, у нас много гоняли лекции читать в те времена. Там было НПО «Аврора». Никакого там не ГУВД не было. Ничего. А НПО «Аврора» вот эту часть закрыли, а остался только около площади Мурос, который разрабатывает то, что необходимо для строительства морских судов и морского всякого оборудования и так далее. А вот русский дизель был в Выборгском районе. Русский дизель выбросили все во Всевышевский район. Зачем нам русский дизель? Дизель будем покупать. Вот сейчас особенно хорошо видно, говорят, делаем санкции и не продаем России. Что хотите, идите к китайцам. Итальянцы все равно продают. Не очень соблюдают эти санкции. Тайвань может что-нибудь продать, потому что все равно такой большой Китай продает. Толку, что они не будут продавать ничего, это не решает. Поэтому они тоже нам продают. А так не продают нам станки, не продают и так далее. Короче говоря, куда эти люди подались? Вот, говорит, нанимайте свое дело, можете вязать, можете шить, можете цветочки делать из бумаги и продавать на кладбище. А что вы хотите, делайте. Вы свободны. Вы хотели свободы, вот свобода. Никому не надо утром вставать на работу, никуда не надо ходить, ничего не надо делать. Что хотите, то и делайте. Если ничего не будете делать, умрете. То есть вы совершенно свободны. Вот такая картина. Вот это положение мелкого бружба. С одной стороны, капитализм мелких бружба душит. И вы, наверное, видели, как у нас Валентина Ивановна издала указ Матвиенко и порезали все ларьки, которые были у трамвайных остановок. Куда вы вышли из трамвая и сразу можете купить. Дешево. Почему дешево? Такие же хорошие, как в других магазинах. Только магазины в домах, там аренда дорогая, поэтому они эту аренду в цену закладывают, а здесь нет. Взяли и по требованиям вот этих самых арендаторов, которые уже не мелкий бизнес как вы понимаете, не мелкий бружба. А государство у нас какое, бружба или мелкобружазное? Мелкобружазное государство не бывает. Или бывает или бружба или пролетарское. Тут ничего не поделаешь. Так середины наполовину не бывает. Поэтому взяли и порезали их. Говорим, поддержим мелкий бизнес и уничтожили. А крупный бизнес убьем. Например, та же самая Валентина Ивановна продавала, я видел по телевидению, как она продавала Сестрорецкий оружейный завод, Сестрорецкий инструментальный уже завод. Американцу ходил, он первое, что сделал, сразу завез в мусор строительный и на футбольное поле, где все ребята и девчонки занимались спортом. Туда сразу засыпало, а через пару лет и не стало этого завода. все там, мертвичина и так и стоит. А русский дизель выкинули во Всеволожске, там был кирпичный завод, место кирпичного завода. А потом вместо русского дизеля привезли из Америки завод Форд. И стали делать там машины. машины на самом деле не там делают, делают за границей, а сюда приводят, свинчивают и сваривают. Это такая вредная и грязная работа. Но потом взяли сейчас и легковый Форд, американцы, они же хозяева, взяли и забрали. А мы как же, спросили рабочие. А это вы свободны. У вас свободная страна, вы свободные люди. Вот мы вас увольняем на волю. Увольняем, это слово же воля. Вы были в неволе, а сейчас на воле. Все. И уехал этот Форд. Вот такая картина. Поэтому, скажем, как относиться к мелким буржуам? Ну, это вот люди страдальцы нынешние. Почему? Потому что вот если мелкие буржа конкурируют с буржа, кто выигрывает? Ну, понятное дело. Поэтому судьба вот этих мелких буржуа такая, что они, по идее, должны упасть, если не в нищие, то, по крайней мере, в рабочие. В пролетарию. Ну, чтобы подняться на уровень буржуа, а мелкие буржуа это же мелких хозяйчиков, каждый мелкий хозяйчик хочет стать настоящим хозяйчиком. То есть прикупить еще средства производства, может быть, землица и нанять. И пусть они работают, а он будет плевать в потолок. Это удается ничтожному меньшинству. Есть в капитале у Маркса расписано, что вот для начала капиталистического производства нужно какой-то первоначальный капитал. Иначе вы не сможете выстоять в конкурентной среде. Поэтому надо он все растет и растет, растет и растет. Поэтому наивные такие мечты, что я начну свое дело и куплю три козы, одна коза будет в издержке производства, другая коза. Это будет у меня накопление, третья коза на воспроизводство расширенное. А потом вначале козы подохли. Зоотехников нету, никакой культуры нету, специальных помещений нету. И все. Или я к одному дальнему родственнику приезжал, у него жена спала вместе со свиньями рядом, потому что они должны были приплод принести. А приплод это вот от них зависит, что будет, как у них будет их существование. Пропустишь, умрет свинья и эти все поросята умрут. Вот и все. И вот она, чтобы не пропустить, вот она там пока сколько-то, недели-две спала рядом с этими свиньями. Ну что, так вот, это несчастные эти мелкие бружа. Поэтому, как мы относиться должны к мелким бружа? Зачусь, все равно. Это трудящиеся. Ну, мечтают они стать богатыми, но... А на самом деле судьба их такая, что их, так сказать, бросают в обратную, в другую, противоположную сторону. Итого, три класса. Вот три класса. Идеология сколько тогда? Вот вы их сформулировали? А идеология выражает интересы класса. Это вы совершенно правильно сказали. Я не забыл, что это вы сказали. Это ваш подвиг, его не сотрется ни за что. Значит, идеология выражает класса. Значит, есть какие идеологии? Есть идеология рабочего класса, есть идеология буржуазная. А еще какая-нибудь есть? Мелко-буржуазная есть? Нету. Правильно. Почему? Потому что положение у мелко-буржуа ни туда, ни сюда. Он и собственник, как буржуа. Он и трудящийся, как рабочий. Поэтому все идеи рабочего класса ему близки. То есть, те идеи, которые выражают позицию трудящихся. Трудящихся. А поскольку он хочет стать буржуа и стремиться к этому, то ему все идеи об обогащении, прикупить, нанятия и так далее, тоже ему близки. Поэтому, что у него за идеология? У него идеология кашеобразная. То есть, там смесь, вот у нас, скажем, типичным представителем мелкой буржуазии является КПРФ. Называется, вроде как, коммунистическая партия Российской Федерации. А что такое? А что там? В чем смысл этой партии? А не за кого? Вот они миллионера предлагали на пост президента. Скажите, пожалуйста, представители рабочего класса могут предлагать на миллионера? А вообще, кого бы то ни было на пост президента, президент, это представитель другого класса, он должен осуществлять диктатуру этого класса. И как можно взять и предлагать? Это в Думу ходить, это да, в Думу вы можете пришли и будете там выступать и разоблачать, что вы хотите критиковать, а у вас неприкосновенность, это хорошо. А президент, это же не болтать надо, это надо же делать, если он будет делать не то, что нужно буржуазии, что с ним сделает буржуазия? Ну, не будет он президента, а то и вообще его не будет. Мы же знаем, как бывает. Раз и нет, и что-то случилось с человеком. То есть, поддерживает, КПРФ, мелкий бизнес. А мелкий бизнес куда стремится? Превратиться в буржуа. Поэтому, поэтому там идеология, вот скажем, которая руководствуется КПРФ, она такая вот и есть, смешанная. То есть, самые идеи есть и коммунистические, есть и буржуазные, и то, и все, и пятое, и десятое, и так далее. Или, допустим, вот название этого же самого предприятия, которое возглавлял Грудинин, это зал, закрытое акционерное общество. А в скавычках написано совхоз имени Ленина. Можете написать совхоз имени Энгельса, Маркса, Сталина, что хотите. Это не имеет, для экономики капиталистической это не имеет никакого значения. Важно, что это зал. А раз зал, то вот у кого имеется контрольный пакет этих долей в этом зале, тот все решает. Вот он все решает, чтобы дивиденды никому из этих собственников долей не платить, чтобы деньги все стекали к нему и назывались бы зарплатой. И тогда у него есть прибавочная стоимость под названием зарплата. Потом ее делят на всех. Если у меня, допустим, будет зарплата сто тысяч, а у вас по одной тысяче. Сейчас я пересчитаю, у вас четыре, так, сто четыре тысячи, а нас раз, два, три, четыре, пять. Сто четыре на пять, ну, больше, чем по двадцать тысяч мы получаем в среднем. Вы получаете в среднем. Я-то получаю сто, а в среднем вы получаете. Знаете, как корова утонула в луже, в которой была средняя глубина три сантиметра. Просто в правом углу была трехметровая яма, а так дальше широкая такая лужа, большая, и когда в среднем взяли, три сантиметра была средняя глубина. Вот. Ну вот мы тогда уже можем сказать, что систематически, ведь когда говорят идеология, то вообще здесь какое-то сидит понятие логос. Да, логос – это знание. А знание предполагает некоторую систему, по крайней мере. То есть вот есть одна идеология, это идеология, которая выражает интересы одного класса, она систематизирована, одно вытекает из другого, тут есть определенный порядок, логика этого дела. Есть другая идеология, она вытекает из интересов рабочего класса, есть тоже порядок, логика. Вы можете встать на позицию любого класса, но просто не надо себя обманывать, что бывает позиция вне. Не бывает позиции. Ну, если вы хотите позицию вне, кашеобразную, это будет позиция мелких буржуа. То есть так не бывает, чтобы в воздух улетели. Но если вы живете в обществе, значит, ваша идеология так или иначе связана. Вот вы что такое идеология сказали, я вас и не спрошу, а вот там за вами прячется очень-то толковый такой музеолог. А вы не скажете, что такое идея? Идея. А то скажете сейчас, что мы только вещами занимаемся там в музее, не спрашивайте про идеи. Идея не знаете, что такое? Вы такое слово слышали? Слышали много раз. Что такое идея? Вот как бы вот выработать у себя привычку, если я какое-то слово слышу, выяснить, что это означает. Вот в детстве это не нужно, потому что там повторяют дети и все, а сейчас уже, ну как бы детство у вас немножко заканчивается. Не совсем еще может быть заканчивается, но заканчивается. Поэтому что такое идея? Уже пора и узнать. Причем если вы не скажете, я помогу. Я не отказываюсь. Не скажете, что это за такой лектор, он спрашивает на лекции вместо того, чтобы отвечать. А я боюсь другого, что я вам буду рассказывать, сказать, что вы мне даете, мы это все знаем. Тоже же плохо, правда? Я вам буду сказать, ну это вот человек рассказывает то, что нам известно, банальности всякие. а я вот выясняю, если вы не знаете, что такое идея, то я вам скажу. Но вообще это было неплохо, если бы вы сказали. Может быть, это мысль, которая подчинена женской жизни? Мысль, которая? Которая подчинена женской жизни. Мысль, которую я слышала. Дальше как? Которая подчинена женской жизни? Мысль подчинена. То есть, не так, что мои мысли мои скакуны, они ускакивают неизвестно куда, а подчиненные личности. Вот если мысль, которую я контролирую, это идея. А если я уже и не контролирую, то это не идея. Такое у вас деление. Оригинально, по крайней мере. Правда? Согласитесь, это оригинальная такая тракта. Что вы думаете, если человек, какого-то не знаю, или что, то есть какие? Вот вы не слышали, вот есть на том, что люди не особенно знают, что такое. Есть реклама такая. Есть Икеа, есть идея. Или А что за идея? Сказать, что за идея? Пойти в Икеа и купить. И тем самым обеспечить прибыль собственникам этого Икеа, этого шведского, этого универмага. Вот идея. Или есть такая шутка, идея, идея, идея нахожусь. Значит, идея, что такое? Ну, у вас оригинальная трактовка, конечно. Это я такое еще не встречал, поэтому я оставляю это без критики. Вот, потому что вы тут, я спросил, вы ответили, больше вы уже скажете, если я буду дальше, вы скажете, что это допрос, что ли, у нас, у нас студентов, не принято допрашивать? Как это неправильно будет? Никто не хочет сказать, что такое идея? Вот то, что потолок белый, это идея? Ну, это мысль, который направлен на преобразование... О, учитесь вот. О, гениально. Мысль, которая направлена на преобразование мира. Правда? Вот вы сейчас что делаете? У вас мысль была записать или разрисовать, или раскрасить. Это же на преобразование мира мысль направлено было. Это идея была. А вы вместо того, чтобы осмыслить, что вы делаете, молчали. И вот вы всегда молчали, люди, которые мир преобразовывают, молчат, а другие, которые ничего не делают, но знают, что такое преобразование, они вот собирают потом все бонусы на себя. Вот у нее все бонусы. У вас ничего нет. Потом она вот вырастет, будет богатая, а вы так и будете все бумажки на них что-то рисовать. Значит, идея, это не... То есть мыслей очень всяких много. Парты желтые, бумага белая, телефон лежит на столе и так далее. Я могу до вечера перечислять, вы никогда не уйдете с моей лекции, если я буду все это пересказывать, что можно еще сказать, констатации всяких фактов, которые есть. Вот. А мыслей на самом деле, а вот идей, мыслей много, а идей очень мало. Идея – это такая мысль, которая нацелена на преобразование мира и отвечает на вопрос, что делать. Вот чувствуете, а идей уже сразу, сразу меньше. Мысль, которая отвечает на вопрос, что делать. Уже вы можете людей допрашивать, они не знают, что такое идея, а вы знаете. Вы же в университете обучались. Вы же должны отличаться от других. Это я вхожу в ассоциацию выпускников университета, я один раз там был, больше не пойду, потому что там ее возглавляет сын бывшего начальника ООО РЖД, он кандидат экономических наук. И как-то они занимаются какими-то делами, связанные с бизнесом, совершенно понятно, а им для этого нужно такое, что вокруг этого университета. И это еще одно юридическое лицо, которое позволяет нужные потоки в нужную сторону направить, насколько я понимаю. А мы с вами занимаемся самым главным делом, то есть обучением здесь, в самом университете. Так, значит, вот идеи понятны, а вот эти идеи, если это идеология, они не набросаны просто так же, как у вас на странице, допустим, первая идея, вторая идея, третья идея, так пронумерованы все идеи, и получается вот идеология буржуазная. Потом вы берете страничку, начинаете писать пролетарские идеи. Первая полетария, всех стран соединяйтесь, большевики должны взять власть. Так-так-так-так-так-так-так, и переписали. Будет, получится идеология? Нет. То есть, что такое идеология? Это уже не просто мысль, а такое системное, комплексное выражение интересов соответствующего класса. То есть, это система идей, которые выражаете, вот это надо все осуществить, чтобы класс обеспечил свое господство. Правильно? Скажем, что нужно рабочему классу? Рабочий класс должен, во-первых, выдвигать требования, а не просто сидеть и, так сказать, получать маленькую зарплату, потому что это позволяет в ужасное общество ставить требования. Позволяет. Почему? Потому что вот на работе вы заключаете трудовой договор. Вы свободны. Если вам не нравятся условия, можете расторгнуться. И все. Вас более двух недель задержать не могут. Все, вы ушли. Вот. Не на любых условиях люди могут. А кроме такого трудового договора у нас есть понятие коллективного договора в праве, в буржуазном. А коллективный договор заключает коллектив или его представитель, профсоюз, если больше половины его включать. И вот по этому договору, значит, если он не согласен на таких условиях, говорят, нам зарплату платят 20 тысяч, а мы требуем 40 тысяч. У нас сейчас вот 8 часов работает, уже 100 лет 8 часов работает. Давайте 6 часов будем работать, потому что чем меньше работаешь, тем больше свободного времени. А что такое свободное время? Мы сейчас спросим. Вот вы должны знать, что такое свободное время. Ну как? Вы мне такую картину показывали. Это какое время? Свободное. Конечно, свободное. Но свободное это что? Это просто ничего не делать? А вы же там делали. Что такое свободное время? Время просто выразить. Вот. Учитесь. Вот сидите рядом, а вот человек у вас рядом, он знает, смотрите, уже система некоторая проявляется, а это знает, то знает. то есть у вас свободное время, а она знает, что такое свободное время, потому что у него и нету. Поэтому у него это впечаталось просто в голову. так, значит, свободное, это очень важное определение, потому что у нас вне рабочего времени очень много, вне рабочего, ну, 8 часов из 24 раз, а все остальное вроде как свободное. нет, во-первых, спать, надо спать хоть, сколько это, ну, хоть 80 часов, даже если, если я не хочу спать, ну, выделите на это 8 часов, а дальше уже мое дело, книжку читаю, лисплю, раз, стирать, убирать, транспорт, покупки, то, все, одежда, что-то надо убирать, подметать, что только не надо делать. И получается, свободного времени мало. Это во-первых. А во-вторых, если я тупо сижу у телевизора и смотрю, как один другого убивает, это свободное время? Потом этот от этого убивает, и они там стреляют, стреляют, убивают, убивают, стреляют, это что, свободное время или нет? Нет. Почему? Это не время для свободного развития, это не случайно люди говорят, хотя это жаргон, но говорят правильно, балдеют люди. Что значит балдеют? То есть, никакое развитие, когда человек становится балдой. Это не развитие. Причем люди на этом делают деньги. Я имею ввиду телевидение, а как они делают деньги? А пусть люди сидят и смотрят вот так, им в это время рекламу. Раз, раз. Почему так долго? Длинные такие стали фильмы. Да потому что там то рекламу, вторую рекламу, третью. Самое интересное место надо вставить, чтобы вы как раз начали это делать. Я такие общественно-политические лекции читаю в интернете очень много. Как раз только там такое скажешь, потом бас и начинает пить какой-нибудь. Или там я рассказываю про капиталистов, эксплуататоров, а в это время реклама, бизнесмены, корабль такой, что вот они, паруса у них надутые, они нас спасут. Очень здорово. Мне понравилась иллюстрация к моим лекциям. Замечательная. Еще и деньги дают тем, кто этот канал содержит. Эти рекламщики. Так что это дело хорошее. Но это не свободное время, как вы понимаете. Потому что только у вас там разгар такая тяжелая сцена, и вдруг покупайте пиццу. Покупайте. А можете убрать рекламу, но это будет первый месяц бесплатно. А потом вы будете деньги платить. Какая разница? Реклама не будет, но деньги будете систематически платить постоянно тем, кто вас убирает за рекламу с вашего экрана. А что вы хотите? У нас главная цель, какая капиталистическое производство? У нас сейчас буржуазное же общество. Какая цель? Кто знает, какая цель капиталистов? Вот вы знаете. Прибыль. Да, прибыль. А какая прибыль, за что, это же не важно. Важно, что больше было прибыли. Правильно? И все. Если я певец, то что? Ну, я певец такой, который в сфере шоу-бизнеса. Вам песня строить, нам жить помогает. Иосиф Кобзон, хороший певец. Хороший певец. Мне нравится, как он поет или пел. Он уже покойный. Но я вот, когда еду к себе на дачу, там проезжаю, два дома рядом стоят огромных. Один – это дом культуры. Там, наверное, человек 200 или 300 могло быть. Это вот один его дом, новый, с восьмиметровым забором вокруг. А второй дом, там даже гладиаторы в нишах стоят, тоже ближе к разливу, через дорогу. Второй дом. Так что там вот полная иллюстрация того, что вам песня строить, нам жить помогает. Ну, это мелочь. Скажем, если вы поедете там мимо Рублевки в Москве, то вы увидите там эту самую дачу наших певцов. И так далее. Замки, замки такие, как были в Средневековье, такие большие. Пугачёв построил замок. Песня строить помогает. В том числе замки. В том числе свои. Не только чужие. Так. Ну вот, значит, если мы будем вот так рассматривать систематически, в чём-то интересован рабочий класс, интересован заключение такого договора, а по закону, по трудовому кодексу в колодоговор вы можете записать любые условия. Не можете записывать хуже, чем в законе. А лучше, пожалуйста. Вот у нас сколько рабочей недели у нас в России по закону? А то вот заставят вас много работать, а вы не знаете. Вот чтобы вас, я и спрашиваю, чтобы вы знали, если вы не знаете, я подскажу. Сколько? Сколько часов рабочей недели? До скольки часов? Сколько? Сорок? Нет. Не сорок. А ещё какие здесь варианты? Вот вас заставят сорок часов работать, и всё. А написано у нас в законе до сорока. Разницу, понимаете? Вот если вы не работаете, это до сорока. Хорошо, до сорока. И однажды я написал письмо президенту с экономическими предложениями, как профессор по кафедре экономики и права. И мне стали от президента приходить письма, но не от самого президента, а от Министерства экономического развития и торговли, что мы с вами согласны. Министерство сначала от Академии наук, два, и потом пришло от Министерства экономического развития, что мы с вами не согласны, кроме одного вопроса, что вы там выступаете, чтобы шестичасовой рабочий день был. А это дело с трудящихся, они могут сами путем коллективных трудовых споров сделать такой денег, какой хотят на каждом предприятии, на каждом свой, но до сорока, 20 и 10, пожалуйста. И вот такой ответ у меня дома лежит. Но я и без ответа знаю, что если это до сорока, значит, это может быть и 20 и 10, это зависит от того, как вы проведете что? Забастовку. Забастовки разрешены у нас или нет? В России запрещены или разрешены забастовки? А? Разрешены. Это в законе написано или в Конституции? В какой статье? 37-я. Я знаю. 37-я статья Конституции. А что значит забастовка? Значит, я не согласен на этих условиях работа. Но я не один, а вот большинство. Если большинство ставит так вопрос, сначала проходит процедура, примирительная комиссия, приглашение посредника, потом трудовой арбитраж, если согласны выполнять его решение, и выходит на забастовку. И всякое улучшение положения рабочих во всем мире чем добывается? Разговорами или забастовками? Ну как вы у меня, вот если я капиталист, вы начнете меня убеждать, чтобы я отдал вам миллион. Вот как вы думаете? У вас хватит красноречия у меня забрать миллион? Я думаю, не хватит. И у вас не хватит красноречия. А если вы все скажете, иначе мы вот, ну все, мы работать не будем за вас. И встанете все, а что мне делать? А я, главное для меня, прибыль. Ну я хочу прибыль получить? Хочу. Так лучше пусть хоть как работают, чем никак. Потому что может забастовка быть бессрочной. Может. А чем хороша бессрочная забастовка? А вот работодатель попадает в такую ситуацию, он не знает, чем это дело кончится. Как-то надо это дело завершить. Тем более, у него конкурентов полно. Только мои забастовали, а те у меня все и забрали. И рынки сбыта, и источники сырья. И я пропал. Значит, что надо делать? Надо как-то договариваться. Договорились, и уже получили другой результат. У вас зарплата была 30, а стала 60. У вас рабочая неделя была 40 часов, а стала 30. Вот у авиадиспетчеров стало 30 после забастовок. И зарплата у них больше 200 тысяч. Ну, если вы не делали забастовку, ну, сколько вам дали, и так же. Ведь это дело ваше. Вам право дано? Дано. Это же свободное общество, капитализм. Право вам дано, если хотите, если вы не умеете сорганизовать забастовку, а я сумел организовать целое предприятие и вас нанять, значит, мне должно быть хорошо. А раз вы ничего не можете, ну, раз вы ничего не можете, и получайте свои 25. Все. Очень даже справедливо. Как я считаю, потому что у нас идеология-то какая, классовая. Я как вот капиталист считаю, и хорошо, и не надо вам столько давать. А то вы насчитаете вам то давать, да это давать. Докеры вот считали, они насчитали на переговорах во время забастовки. Во время забастовки они же особо не работают, время есть свободное. Они начали считать, что нужно для нормального воспроизводства работников. Надо троих детей, чтобы было в семье. Троих. Почему? Иначе без производства населения России не происходит. А, ну, строго говоря, 2,4, но 0,4 не рождается. Поэтому 3. Ну, на трех детей это надо какую квартиру? Если разнополую, четырехкомнатную. А сколько по ипотеке сразу раз там выскакивает, какая сумма? Ну, вы это разделите на все месяцы работы и получите вот в расчете на месяц сколько надо платить. Плюс, там это надо, то надо, питание, одежда, школу надо собрать. Потом у нас школа бесплатная, но платить надо. Медицина бесплатная, но тоже платить надо. Это, вероятно, все знают то за это, то за то. Идите, покупайте высококачественные лекарства, которые там в аптеке, а зерки мне даже нравятся. Как вот какая-то мелочь какая-то идет, просто тебе выдают. А там такой стенд электронный и выскакивает красивая такая картина с флагом России. Цена контролируется государством. Значит, это лекарство где-нибудь две с половиной тысячи или три. Тут уже, то есть, а государство это орудие сил, лучше и не требуйте, и не спорьте насчет цены. Вот такая. Но можно переименовать лекарство, и оно будет еще дороже. Вы же знаете сколько этих названий? Причем за счет названия только. Люди-то думают, что вот это, вот это очень ценное лекарство, вот это новое, а что новое? Переименовали и повысили. Я как-то попал в самое начало этого движения, лекции читал на ликероводочном заводе нашем. партия «Ум, честь и совесть нашей эпохи» назвалась лекцией. И мне за хорошую лекцию дали две бутылки водки. Завернули в газету. Я говорю, я же не пью. Ну, товарищам отнесете. Я говорю, ладно, я в деканат отнесу. Но уже, говорит, мы проходную пронесли, поэтому обратно мы внести не можем. Я принес, сдал в деканат экономического факультета. И там мне объяснили, чем отличается, скажем, пшеничный от столичный. Мне объяснили, что цены на водку никогда не повышались. Просто другая водка. Скажем, взять столичную, убрать из нее сахар и соду будет пшеничной. Убрали сахар, соду и повысили цену. Сделали пшеничной. И такие пшеничные бескрайние поля там раз на бумажке нарисовано и все. А столичная все помнили было ОМ 2780. Особая московская. Так это как вот номер. То есть рабочие, пожалуйста, хотите, создавайте забастовочные комитеты. Не создавайте, не создаете, это ваше дело. Хотите, собирайте представителей забастовочных комитетов. Это запрещено? Нет. Вот собирайте и решайте, что хотите. Вот так собрали забастовочные комитеты в Иваново и получился совет Ивановский. Первый раз первый совет пролетарской диктатуры, который собрался в Иванове в 1905 году. А в 1917 году опять рабочие наделали этих советов. И первое, что сделали после февральской революции, установили себе рабочий день не одиннадцать с половиной, был тогда с 1897 года законодательством установлен рабочий день одиннадцать с половиной часов. А рабочие Петрограда явочным порядком установили сорок. Это что значит явочным порядком? Ну, явочным порядком это вот примерно как я вот сейчас читаю лекции, а вы посмотрели на часы, о, одиннадцать часов. Надо уже пора отдыхать. Встали и ушли. И что будет? А ничего не будет, я тоже встану и уйду. Явочным порядком. Детка говорит, ну, хватит, почему полтора часа лекции? Давайте час лекции и отдыхаем полчаса. Кстати, я вот, когда был студентом, у нас было 50 минут лекции и 10 минут перерыва. 50 минут лекции и 10 минут. И вот такого не было здесь, что только коридоры, как вот здесь, они нельзя подойти к окну, чтобы цветы были на окне, чтобы солнышко посмотреть. А еще тут все на ключах, если вы захотите, у вас ключ есть? Нет, вот у меня есть ключ, я могу зайти просписаться, зайти, подойти к окну. А студенты, они как рабы тут, они где-то стоят скамейки вдоль коридоров и все, а в окну нельзя. Пустырь же, здесь нет никакой ни техники, ничего закрывать. Могу сказать, что закрывать, когда все, если все откроют, сколько увидят пустых. У нас аудитории, потому что студентов все меньше, преподавателей все меньше, а аудитории столько же. Поэтому у нас аудитория тьма, и лучше их закрыть все, чтобы вы не подглядывали. Так, ну вот это, так сказать, вот одна линия. Вот создали эти советы, захотели эти советы создать в советскую власть? Это идеология такая, идея создать советы, создать советскую власть, идея такая, тоже входит в систему идеологии пролетарской. Ну и получится советская власть как форма, организационная форма, диктатура. И, пожалуйста, создавайте все социализм, если вы хотите бороться против эксплуатации. Не хотите? Пожалуйста, другая система власти, другая система идей какая? Что уже все хорошее общество, конец истории. Фукуяма такой был, американский философ, японского происхождения, опубликовал нашумевшую книгу, что все, история остановилась. Вот капитализм, это последнее. Вот попробовали там в Советском Союзе, а все равно вернулись обратно в капитализм. То есть это последняя фаза, конец истории. И распознайтесь здесь поудобнее при капитализме. Уж как-нибудь, если вы рабочий, ну, добейтесь там себе получше зарплатку и побольше времени, и живите себе припеваючи, как в Швеции, к примеру. И даже некоторые будут говорить, что там почти как социализм, хотя там просто меньше не равенства, чем в других капиталистических странах. Тоже есть капиталисты, есть рабочие, естественно, но не такое сильное не равенство. Есть даже такое понятие, как нецельный коэффициент, это отношение доходов 10 самых богатых процентов к отношению доходов 10 процентов самых бедных. И вот в Швеции это 3,5, в Швеции, в Норвегии, в Дании, в скандинавских странах, а в Европе 5,7. А в Америке 9. А в России знаете сколько? Мы всегда же были впереди. 32 не хотите? 32. У нас уж если что делать, так уж на полную катушку. Вот. То есть степень неравенства самая высокая. И наоборот. если скажем налог мы будем рассматривать идеи о том какой установить прогрессивный налог устанавливать или нет. Но скажем те люди которые хотят чтобы кто-то вздохнули трудящиеся они говорят давайте прогрессивный налог установим. Если больше прибыли то больше налог. и некоторые толковые буржуа доказывают что это выгодно будет и буржуазии. В той же Франции прогрессивный налог доходит до 75%. Это значит мы получили миллиард евро. Сколько надо отдать? 75% налог. Сколько надо отдать государству буржуазному? Своему родному. Он родной же государство это же власть буржуазная. Оно же родное. отдай ему 75%. Отдают. Остается 250 миллионов. Ну не так уж и страшно. Можно и прожить на 250 миллионов. Правда? Что хотите с ними делать с этими 250 миллионами? Ну а дальше что? А следующий шаг вот плохие шахматисты они думают на один ход. Хорошие шахматисты они прослеживают дальше ходы. Ну хотя бы на второй ход какой будет. А второй ход государство будет давать заказы. Кому она даст заказы? Вот вы сдали 750 миллионов а она дала 5 миллионов. Кому? Это вот даст государство заказ. Вам даст заказ. И вы получите не столько сколько вы сдали а вы получите еще 2 миллиарда по итогам года. Ну опять будет так же. И будет у вас как сердце значит. А сердце у вас не то что оно куда-то там раздувается оно сжимается останавливается и туда-сюда туда-сюда ритм такой. И богатеет французская буржуазия богатая богатая Франция у нее высокая производительность труда. Так что даже это вот входит тоже в известную систему идеологии. Потому что интересы той же самой буржуазии противоречивы. А раз противоречивы приходится так при формировании этой идеологии при выработке идеологии все-таки исходить из того что вот коренные интересы буржуазии а что побочные. Вот скажем российской буржуазии если бы она свои коренные интересы осуществляла она бы могла составить план всей страны. Почему? Ну по плану например любая фирма капиталистическая работает по плану. Есть хоть одна монополия которая без плана работает? Нету. Вот у нас в России кажется иногда что все частное и частное оно частное только есть частная собственность индивидуальная отдельный капиталист имеет средства производства а есть частная собственность общая собственность класса капиталистов. Ну вот университетские издания это чья собственность? Говорят государственная а государственная это что значит? Государственная это инструмент класса буржуазии То есть это в буржуазной собственности, в частной. Вы находитесь в стенах в частной собственности, в пределах. Имейте в виду, не курите, не сорите. Правит, как на Западе, правит, что здесь частная. Вы зашли в парк, но это правит, могут и выгнать вас отсюда. Вы сидите в кафе, но могут сказать, что это частная кафе, уходите отсюда. Тут я хозяин, я решаю. И так далее. Так вот, у нас 70% ВВП, внутреннего валового продукта, производится на государственных предприятиях. А раз 70% на государственных предприятиях, значит, можно на 70% сделать план, утвердить его в Думе, в Совете Федерации и неуклонно осуществлять. И предусмотреть в нем и научно-технический прогресс, и улучшение условий труда, и повышение зарплаты, и еще большее повышение прибыли. Я думаю, что буржуазное государство вряд ли будет делать так, чтобы прибыль росла медленнее, чем зарплата. Но сделай так, чтобы прибыль росла быстрее, чем зарплата, и тогда каждый будет выигрывать. Правильно? Капиталисты будут получать большую прибыль, зарплата тоже будет расти, меньше будет забастовок, и так далее, и так далее. Но это, так сказать, выражение коренных интересов буржуазии. А есть у нас отдельные, так сказать, праздношатающиеся олигархи. Они к чему не привязаны, как там Дерипаска или там Аврамович, который, то он был губернатор Чукотки, то купил он клуб футбольный. А что такое футбольный клуб? Это же мощное капиталистическое предприятие. Вот представьте себе, что у вас, вы собственник стадиона. Вот сейчас этого построили, стадион у нас в Ленинграде. Вы не собственник этого стадиона, нет? Ну, купите его. А дальше уже как хорошо. Вот смотрите, там 660 тысяч зрителей. Вот за вечер вы там по 5 тысяч продадите билетик на футбол. Здесь чемпионат – это золотое дно, которое у нас тут было. 5 тысяч на 66 тысяч. Умножьте, пожалуйста, сколько получится? Это ваши деньги, если вы собственник стадиона. 66 тысяч умножить на 5 тысяч. Ну, там, где много нулей, это можно просто приписывать, правильно? Можно умножать 66 на 5 и приписать 6 нулей. Сколько получилось? Сколько? Ну, что вы говорите-то? Ну, что-то. Считайте лучше. Сколько нулей-то? Тут тысячи, тут тысячи. Тут три нуля, тут три нуля. 6 нуля, и впереди 330. Что это будет? Какое число? Вот музеологи знают. Есть такие музеологи, которые знают. Вот ваш трезвый голос. А вы, наверное, какую эти прибыли увидели и вообще разуму лишились, что вы даже считать не можете. Вам привалило 330 миллионов за вечер. За вечер. Ну, конечно, вы там за охрану заплатите, там, за билеты, за организацию, за подготовку поля. Это понятно, расходы будут. Ну, пусть будет расходов на даже на 100 миллионов, за вечер будет расходов. А у вас 330. Сколько у вас будет прибыли за вечер? За вечер. 230. Я советую у вас перекупить этот стадион и будете жить припевающим. Поставьте себе такую задачу и решать. Я говорю, что вы тут музеологами будете там какие-то побрякушки забирать. Вот стадион. Это же тоже ценность. Он все равно в истории останется. И он крытый. Вот его уже, он по тому ценности, что его начали строить за 9 миллиардов, а построили за 40. Это вообще ценность. Это история сама. Красота. Как? Ну вот, то есть, с одной стороны, вот мы видим, вот линия, которая у рабочего класса такая логическая, которая связана с установлением, с созданием советов и забастовочных комитетов, и советской власти. А есть линия другой охраны буржуазного строя и охраны прибылей. Но, к сожалению, наша буржуазия больше охраняет, чем прибавляет этих прибылей. Потому что для того, чтобы прибыли были большие, что нужно? Развивать производство. А производство у нас развивается или деградирует? У нас темпы роста производства около нуля болтаются. Или, как говорит академик Глазев, советник президента, что они на уровне статистической погрешности. А кто эту статистическую погрешность обеспечивает? У нас статус управления вошло в подчинение Министерству экономического развития. Вот если я министр, а вы возглавляете статус управления, вы мне принесете плохие данные, больше вы у меня не работаете. Запомнили? Вот так, имейте ввиду. И все хорошо. У нас уже, как только вот сюда вставили в это Министерство статус управления, уже лучше стало у нас с экономикой. С показателями, вернее, экономикой. С экономикой, как было, так и осталось, а показатели стали лучше. То есть это вообще интересная такая задача, и теоретическая, и практическая, понять, что выгодно вот этому классу, что выгодно этому, и как мечется этот несчастный мелкий буржуал. Потому что он и за это хватается, и за то хватается. Ему хочется и, как быть, и с рабочим классом, ему хочется и с буржуазией, или, скажем, историей гражданской войны нам как показывает. Вот Тихидон читали? Мелехов где, в конце концов? Он был то у красных, то у белых. Где он закончил? Не дочитали он. Только раз он переходил, что вы бросили ей читать. Думаю, ну что же, непонятно, да? Докончил он у белых. После этого была такая история, что стали Шолоха обвинять в том, что его роман белый гвардейский. Ну кто стал обвинять? Люди, которые хотят выслужиться. Дескать, они такие коммунистические, такие они большевистские. Вот. Поэтому товарищ Горький Алексей Максимович устроил встречу со Сталином Шолоховым. Сталин, в отличие от других руководителей, он читал много и прекрасно знал литературу. И соображал еще. Он прочитал. И вот на этой встрече он сказал, мы, Паша, этот роман прочитали, мы его будем печатать. И на этом эта травма Шолохова закончилась. Ну вот пришлось товарищу Горькому привлечь товарища Сталина к этой истории. И все равно еще после отголоски этого и сейчас есть. Еще есть все равно люди говорят, а все равно мы считаем, что это не он написал, а Иванов. Иванов. Вот вы придете ко мне со своей бумагой, что вы сделали этот самый. Я почему вас прошу, подпишите свою бумагу, пожалуйста. Подпишите. А то если вы там просто надпись сделаете, надпись, ведь она сверху, а подпись-то под. Я не поверю, что это вы скажете. Каждый может написать вашу фамилию сверху. Правда? А вы-то ничего не знаете, а вот это вот кто-то вам написал. Сейчас же сплошь рядом, это везде может быть. А у нас государственный университет, мы все проверяем. Ну вот, что получается у нас с вами. То есть можно, идя по этой дороге, то есть не просто заучивать, что выгодно. Какие идеи, какие нововведения, какие мероприятия нужно осуществить, эту систему идей разворачивать, исходя из того, что выгодно буржуазии. Вторая – исходя из того, что выгодно рабочему классу. А если они занимаются общим производством, то выяснится, что есть некоторые такие идеи, которые выгодны и тому, и другому. Правда? Ну, скажем, повышение производительности труда может принести повышение зарплаты рабочим, сокращение рабочего дня, увеличение прибыли капиталистам. Правильно? Можно так, это все совместимо. Если производительность труда растет быстрее зарплаты, то прибыль при этом возрастает. Почему? Потому что удешевляются затраты на производство, уменьшаются. А раз они уменьшаются, значит прибыль растет. То есть, если мы с вами рассматриваем противоречие классовое, то, значит, если классовое противоречие, как всякое противоречие, это единственная борьба противоположностей, то видеть только борьбу и только противоположность нельзя, надо видеть еще и единство. То есть, есть такие вещи или такие изменения в жизни, в которых заинтересован и рабочий класс, и буржазия. Не только противоположность, но и единство. А люди, которые настаивают только на противоположность, они не понимают диалектики, они не знают, что такого не бывает. Таких противоположностей, которые ни в единстве, не бывают. Это не противоположность, это просто совершенно отдельные какие-то факты или отдельные какие-то явления никак не связаны. А если это противоположность, то в каждой стороне есть другая сторона. Если я с вами борюсь, то я же с вами борюсь, значит я с вами в единстве. Если вы со мной боретесь, то я тоже с вами в единстве. Вы же со мной боретесь. Как вы со мной боретесь? Для того, чтобы со мной бороться, надо ко мне подойти или меня потащить или стухнуть. Одним словом, ко мне как-то надо притронуться. Поэтому всякая борьба предполагает единство. А если мы говорим о противоположности, то это не значит, что единства нет. Это нетривиальные вещи, хотя понять это не очень сложно. То есть надо просто понять, что такое противоречие. Противоречие всегда единство и борьба противоположностей. Более того, если я возьму одну противоположность, раз это одна противоположность, значит, вот есть одно и есть противоположное. Ну это одно. Ну раз одно, значит, она, эти две стороны связаны между собой, находятся в единстве. Значит, в каждой стороне есть другая сторона. Пример. Вот вы студенты, да? Значит, преподаватель у вас есть. А если я преподаватель, значит, студенты есть, которым я преподаю. То есть у вас есть преподаватель, в понятии студент есть, а в понятии преподавателя студент есть, есть. Но если это такой преподаватель, который не преподает, это не преподаватель. А такой студент, который никакие лекции не слушает и не занимается ни у кого, он и не студент. Вот научный работник, он может один сидеть и выдумывать из головы. А такие понятия, которые мы берем, они носят такой противоречивый и двойственный характер. Какой у нас ещё, так сказать, нужно сделать вывод, что если мы берём одну идеологию и другую, теперь какая идеология более прогрессивная? Из-за того, какой класс. Один класс прогрессивный, другой класс реакционный. Если идеология реакционного класса, это реакционная идеология. Если идеология прогрессивного класса, это прогрессивная идеология. А бывает так, что класс сначала был прогрессивным, потом стал реакционным Конечно, бывает Но вот когда буржуазия делала французскую буржуазную революцию Это же прогрессивное было явление Вот, скажем, такие были идеи, что надо отделить школу от церкви и церковь от государства А сейчас вы не замечаете, у нас даже руководство ходит в церковь и держит подсвечник И сама превращается в подсвечник Это разве прогрессивно Отделение церкви от государства Государство занимается своими делами А церковь душой граждан занимается, это их дело, верующих Это не государственное дело, это дело частное А тогда государство, если вы сходили в православный храм, ну пойдите в католический теперь Ну как-то если вы государство такое-то должны представлять всех же граждан, тогда все конфессии А почему все на голову не зашли? Оденьте, пожалуйста, что-нибудь на голову, идите все на голову Так, а сейчас Рамадан, почему не приехали? Ну и так вот, они уже делом не будут заниматься, только ездить по церквям И вот у нас наш бывший губернатор очень этим увлекался Даже успел переименовать Вот в этом ценности сохраняйте Вот, например Робеспер Это же фигура историческая, да? Вот и в целях сохранения памяти о его деятельности Как революционера французского, буржуазного революционера Набережная Робеспер у нас была А где набережная? Ну как бы вам теперь легче? Не надо уже сохранять ее Раз, и убрали Кто убрал? Полтавченко, губернатор А почему? А, дескать, там церковь в Воскресенской стояла на набережной Давайте и назовем эту набережную В память о той церкви, которая стояла в Воскресенской Это нелогично с точки зрения буржуазной идеологии Почему? С точки зрения буржуазных интересов Буржуазия как класс должна хранить память о своих Выдающихся предшественников Прогрессивных революционеров, буржуазных Мы же дети же не коммунисты, он не большевик Он же буржуазный революционер Нет, мы, значит, его уберем Вот у нас остался Марат Улица Марата еще осталась Не хотят переименовываться, знаете почему? Она грязью называлась раньше А так, может быть, переименовали бы О чем это говорит? Что вот буржуазия Перестает быть реакционной Прогрессивной Становится реакционной На фоне того Это видно, например, по темпам экономического развития Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов Америки В Китае еще не построен социализм Только переходный период То есть там есть и капитализм И капитализм И один уклад И коммунистический уклад И мелкобуржуазный уклад И патриархальный уклад Но уже по паритету покупательной способности В ВВП Китае выше А темпы роста вдвое выше, чем в Соединенных Штатах Америки И когда был вот так называемый кризис экономический Он какие страны затронул? Только капиталистический Он не затронул ни Корею Ни Вьетнам В Вьетнаме Сто миллионов человек Без малого И это страна, которая победила США В войну Которая была между США и Вьетнамом Так что это непростая страна США вообще ни в одной войне не победила самостоятельно Кроме войны с Мексикой Соседней маленькой Вот Ни в Лаосе не было кризиса А В империалистической части мира Мировой кризис был И Россия туда попала В этот самый кризис Естественно, раз она попала в буржуазное общество Она, значит, получила все его атрибуты И плюсы, и минусы У каждого общества есть свои плюсы Есть свои минусы, правильно? Ну, если вы попали Вы должны насладиться и тем, и другим Обязательно Ну и, соответственно, если мы различаем буржуазный и прогрессивный класс Значит, мы выделяем прогрессивную идеологию и реакционную И наиболее враждебно, скажем, последовательные люди Любые, и буржуазные, и пролетарские Относятся к чему? Вот к мелкобуржуазной каше этой Потому что это, так сказать Не то и не сё Потому что есть либо буржуазная идеология Есть либо пролетарская Третья идеология Не выработало человечество То есть любой человек Может сам решить для себя Какой он идеологии будет придерживаться Существует ли какая-то такая вот Жёсткая связь между положением в производстве и идеологией? Вот могут быть буржуа, которые придерживаются пролетарской идеологии Могут быть? Ну как нет? А Ингельсова фамилия слышали? Слышали? Папа у него кто был? Фабрикант А ставил ему фабрику И он спокойно и сам И Марксу помогал И потом доделал ещё два тома капитала Потому что Маркс подготовил к печати только первый том И вот он при его жизни Первый том капитала был издан А второй, третий нет Более того, вот у нас в Ленинграде В Санкт-Петербурге Были два проспекта Значит, проспект Энгельса и проспект Маркса Когда начались эти вот события 90-х годов И переход к буржуазному строю Новому Как бы новому Ну уже бывшему раньше Но снова новому Маркса переименовали в Большой Сампсоневский Там памятник Маркса стоял Его убрали У меня вот есть товарищ Доктор экономических наук Виктор Георгиевич Долгов Он говорит, ну что, профессор был первый проектором нашего университета Он говорит, ну что воюйтесь вы с памятниками-то Вот вам-то понятно, например, как музеологам Что не надо с памятниками воевать Ну, вам не нравится капитал? Не читайте эту книжку И все Убрали Хотели Энгельса убрать? А нельзя У нас сейчас какой строй? Буржуазный А Энгельс? У него папа фабрикант Не убрали Поэтому Надо просто переименовать теперь собрание сочинений Маркса Энгельса В собрании сочинений Большого Сапсония и Энгельса Тогда будет уже все Логично, стройно так Но пока такой стройности нету Вот такая вещь То есть Ну, если вы углубитесь в историю Как вы думаете Вот против Впервые Тут очень с большим Так сказать Наиболее ярко выступил Изначально Против крепостного права Кто в России Представитель только крепостничества Или Радищев Фамилия вам о чем говорит? Путешествия из Петербурга в Москву Но он кто? Он начальник Санкт-Петербургской таможни Между прочим был Начальник Санкт-Петербургской таможни Он написал вот такую книгу Не понравилось Царским особам Эта книга А двори Они декабристы Они представители какого класса? Иодального Вы против крепостничества? Вы освобождаете своих крестьян? А декабристы говорят Нет, давайте всех освободим Как это мы? Нет, давайте всех Тогда и наших А если только наших нет Так не пойдет Всех Восстание декабристов Учинили Пожертвовали собой Жены поехали в Сибирь За теми, кого не повесили А вы говорите, что Все зависит от того положения Производства Неправильно Позиция отдельных лиц не зависит Это в целом идеология Буржуазная зависит от Экономических интересов буржуазного класса А какая идеология у человека? Это, как писал Маркс От другого зависит Человек есть продукты Обстоятельства и воспитания Это написано в тезисах О Фербахе Обстоятельства и воспитания Может быть по воспитанию У вас будет идеология пролетарская А может буржуазная А может феодальная Не знаю, как вас воспитывали Или кто на вас повлиял Поэтому это вот называется Не материализм А грубый такой материализм Ошибочный Когда прямо выводит Позицию отдельного человека Из того, какой он занимает Он и этот человек В положении материальном производстве А Ленин-то, знаете С 16 лет был дворянином Между прочим Дзержинский тоже дворянин Так что это Вовсе не правило И наоборот А вот пришли Сюда Немецкие войска Они из кого состояли? Из буржуазии Или из рабочих Немецких Из рабочих В основном они состояли И у этих рабочих В головах Была фашистская Буржуазная идеология Не просто буржуазная идеология А в своей Ярчайшей Так сказать Реакционной форме Поэтому вот мы С вами эти все Классификации И термины Вводили не для того Чтобы картину упрощать Наоборот Чтобы эту картину различать Чтобы можно было У того, кто рабочий Различить буржуазную идеологию Или кашу в голове Мелкобуржуазную А у Скажем того Кто является капиталистом По своему положению Найти И то, что Выражают интересы Другого класса То есть мы должны быть Более тонкими И более Продвинутыми В этом отношении Нестандартно В этом смысле Подходить Потому что Противоречие Есть во всем Ну вот на этом Мы эту лекцию Заканчиваем И через перерыв Продолжим Уже Другую тему Продолжим Другую тему Редактор субтитров Продолжим Продолжение следует...